Сергей Олегович, хочу начать вот с каких сообщений, интересных с вами, нашу сегодняшнюю беседу. Путин отправил в отставку первого замглавы МИД РФ Титова. Титов был снят с должности по цитата из-за цитата «низкой эффективности работы и достижения пенсионного возраста». Уже инсайдерская информация появляется о том, что может занять его место постпред РФ при ООН не бензия. Ну и появление не бензии, если это все подтвердится на этой должности, фактически зама Лаврова, говорит ли о том, что и Лаврова скоро могут отправить на пенсию. Более того, ходили слухи о том, что когда формировалось новое правительство, то сам Лавров был бы не против уйти на пенсию или куда-то еще на какую-то должность пониже, но его все-таки Путин оставил. Вот эти сейчас рокировки, с чем связано, как считаете, и какова судьба Лаврова? Да, это очень интересно, потому что вот если такое объяснение дано, это вообще редкое довольно объяснение, когда увольняют за некомпетентность. Потому что в Российской Федерации всегда увольняют замечательных людей, просто вот надо дать дорогу еще более замечательным людям. Вот, и поэтому, конечно, понятно, что этот человек просто пересидел уже свою должность, точно так же, как Лавров. Лавров, кстати, после ухода Шойгу стал теперь самым старым министром в правительстве Российской Федерации, он 20 лет сидит. Вот, и по этому поводу уже пора, в общем, его, конечно, менять, но Путин, я так понимаю, в мае не захотел менять, потому что уж слишком много бы тогда получилось перестановок, и он затеял эту большую-большую историю с Министерством обороны. Вот, и добавить туда еще Министерство иностранных дел, это было бы слишком, вот, и он, скорее всего, ждал вот некоторые там события, которые должны были пройти, всякие там конференции, важные заграничные поездки заграничные, значит, все, что готовил Лавров, по идее, потому что Лавров, например, ездил в апреле в Китай и готовил туда поездку Путина. Точно так же он проехал по всем тем странам, куда должен был поехать потом Путин, вот, и, соответственно, с ним договоры всякие были, и это не просто всегда сразу вот так поменять такого значимого министра, потому что министр иностранных дел, это, безусловно, значимая фигура в любой стране, а в Российской Федерации тем более. Вот, хотя, в принципе, настоящим министром иностранных дел Российской Федерации является сам Путин, поскольку это президентский режим, вот, это, кстати, не только в Российской Федерации, во Франции. То же самое, во Франции тоже министр иностранных дел причиняется напрямую президенту, президент определяет международную политику, точно так же президент определяет политику вообще в стране, вот, и у Путина, у Путина российская конституция списана, кстати, с конституции Пятой Республики Французской, вот, во многом воспроизводит ее, вот, и в этом режиме одновременно это очень значимая должность министра иностранных дел, и одновременно Путин сам является настоящим И он сам делает заявление по международной тематике, и он задает, так сказать, адженду, повестку дня, а не Лавров. Лавров это, в общем, такой просто исполнитель, точно так же, как вот Мишусин, например, является исполнителем как премьер-министр, и хотя Путин на него перекладывает всю ответственность самого себя, Мишусин мало что решает. То есть он сидит на хозяйстве, такой хозяйственник, завхоз. И Лавров такой же завхоз Министерства иностранных дел. Там интрига, в общем, не очень удивительная с перемещением Небенди, потому что пост постоянного представителя Российской Федерации при организации объединенных наций – это самый главный заграничный пост в Российской Федерации. После него идет посол Соединенных Штатов Америки, потом посол Брюсселя, потому что там Европейская комиссия, ну и дальше там Великобритания и Китай, например, это значимые посты для послов. Но вот представитель постоянного ООН, у него уже есть статус, кстати, заместитель министра, и переместить его на пост первого заместителя министра в МИД – это логично, это нормально, это прозрачно. То есть здесь никакого удивления у меня, например, это не вызывает, это совершенно нормальные вещи, я просто наоборот даже думал, что это Вася пересидел уже в Нью-Йорке, вот, пора ему уже становиться кем-то, какой-то большой шишкой в МИДе. Вот, и вообще, по идее, так его кандидатура явно виделась на смену Лаврова, потому что он отработал все, что надо, у него соответствующая внешность, он такой лысый, большой, толстый, вот, и это, в принципе, так сказать, уходит под смену. Ну, вот, если его переместят на место Ситова, то, в принципе, это такой вот первый шажок для того, чтобы потом подсиживать Лаврову, потому что, на самом деле, в любом министерстве, это, опять же, вот, надо пояснить для наших зрителей, министр – это политическая фигура, которая просто светится, а работу министерства обеспечивает первыми заместителями министра. Всегда первый заместитель министра – это реальный министр, который управляет министерством, а министр – это всегда пиарщик, пиарится, который, который, там, дает интервью, который ездит куда-то с визитами и так далее. А первого замминистра обычно никто не знает, или мало кто знает, но это человек, который реально управляет министерством во все те времена, когда настоящий министр занимается либо пиаром, либо поездками. И такое перемещение Небензи на этот пост, это было бы, безусловно, говорил бы о том, что его готовят министры, потому что ему надо некоторое время поработать в Москве на Смоленской Синной в качестве первого зама, чтобы въехать во все вопросы, потому что одно дело, конечно, представительство в ООН, а другое дело все-таки управление всем министерством, всей внешней политикой. Это все-таки уровень немножко другой. И тут нужно набить некую руку для того, чтобы становиться потом министром. Так что будем наблюдать, но, в общем, информация интересная. Кстати, вот в продолжение очень коротко хочу от вас услышать, если действительно произойдет смена министра иностранных дел РФ, ожидать ли того, что сейчас происходит с Минобороны, а именно разных антикоррупционных расследований? Нет, я думаю, что не будет такого масштаба, потому что, во-первых, там нет такой коррупции. То есть коррупция есть везде, но не на таком уровне, потому что Министерство обороны – это самое коррупционное министерство сейчас, потому что когда идет война, то больше всего воруют Министерство обороны. И вообще в Министерстве обороны и совсем бюджеты другие. У МИДа нет таких бюджетов. МИДа – это совсем не такая организация. Министерство обороны – это огромная организация, в которой больше двух миллионов человек. В МИДе, безусловно, совсем другие цифры. Нет, я не думаю, что это будет что-нибудь такое. То есть там могут быть какие-то подвижки, могут быть перетасовки каких-то послов, десятка или пятнадцати послов. Но не больше того. Я не думаю, что будет что-нибудь подобное, чем что мы наблюдаем в Министерстве обороны. Сергей Олегович, Блумберг сообщает о том, что в девяти департаментах Франции неизвестные перерезали волоконно-оптические кабели, обеспечивающие широкополосные услуги по всей стране. Речь идет об интернете. Париж при этом не пострадал, но вот это фактически диверсия. Есть ли звеньем одной цепи с сообщениями, которые были накануне о том, что главе МВД Франции направили письмо со следами чумы? Да, вот из Франции сейчас идут постоянно какие-то депеши о диверсиях. Пока еще нельзя говорить, что это единая цепь, потому что пока следствие идет, и у нас такой информации нет. Но вот чисто логически мы уже видим, что это уже даже третья вещь, потому что первое, это в день открытия Олимпиады, даже за несколько часов до открытия Олимпиады, была диверсия против поездов. Это явно совершенно диверсия, причем явно скоординированная диверсия, профессиональная. Вот затем вот эта посылка письма Министерства внутренних дел. Ну, здесь я должен пояснить, что ни одно министерство и ни одно ведомство французское не приносит письма министру, не проверив их, потому что, ну, в общем, посылают люди там всякую гадость и угрозы регулярные идут. К этому делу довольно серьезно относятся. Но здесь, когда на почтовом ведомстве работали с этим письмом, то, значит, его когда просвечивали, то там заметили, что какую-то субстанцию непонятную вскрыли с принятием необходимых предохранительных мер и обнаружили там некий там порошок, который, естественно, отдали на исследование и, значит, там нашли какие-то споры чумы, но вроде сказали, что это такая не очень активная форма. Вот тоже было заведено уголовное дело по этому поводу предварительное. Вот. И исследуется, откуда этого возникло, потому что, в общем, для того, чтобы такую посылку отправить, нужно быть, опять же, человеком, связанным профессионально каким-то образом с этим предметом. Вот. Может быть, это бывший сотрудник, допустим, института Пастера, который мог такую вещь сохранить от своей, там, я не знаю, бывшей работы, потому что вот то, что эти споры не невирулентны, не активны, говорит о том, что это, возможно, получено когда-то давно. Вот. Но линейка, как видите, выстраивается, да, значит, и плюс еще в эту же линейку можно добавить туда ареста россиянина с обзавчаткой под аэропортом России, гробы, которые, значит, там, явно совершенно с российскими ушами торчали у подножия этой башни месяц назад. Вот. И до этого еще несколько было таких, таких актов, которые, кстати, были больше похожи на гибридную войну, а вот уже во время Олимпиады это просто откровенные диверсии. И вот эта телефонная диверсия, это тоже диверсия, это тоже понятно, что это люди перерезали оптиковолоконные кабели, это нужно знать, где перерезать, то есть это нужно знать, это целенаправленная работа для того, чтобы затруднять работу интернета. Ну, в отличие от поездов, она нанесла меньший ущерб, потому что там просто замедлился интернет в тех регионах, где состоялись эти диверсии. Это довольно быстро восстановила служба, причем это, по-моему, было только у службы СТШ, по-моему, или ВАУШ, то есть это не все операторы были подвержены этой диверсии. Ну, в общем, вопросы встают, конечно. Здесь проблема заключается в том, что это российский след или не российский след. И надо сказать, что следствие затруднено, потому что у Макрона довольно много внутри Франции своих противников. У Франции, Францию колбасит уже два месяца в результате выборов европейских начала июня и объявленных Макроном досрочных парламентских выборов. У нас до сих пор нет действующего премьер-министра и действующего кабинета министров. Все у нас исполняющие обязанности. Они ушли в отставку, но продолжают исполнять свои обязанности на своих старых должностях. И при этом являются 17 человек, являются депутатами, что вообще противоречит разделению властей, которые предусмотрены Конституцией Франции. У нас в этом смысле довольно сложный. Плюс есть вот по каждому из вопросов, допустим, и поезда высокоскоростные, и интернет, по каждому из этих вопросов есть такие противники идеологические, то есть люди, которым это не нравится по каким-то там религиозным или по каким-то их идеологическим убеждениям. Вот. И еще когда вот у нас здесь мы смеемся, потому что это довольно хорошо скоординировано и организовано, и когда сказали, что это может быть за этим какие-то российские уши торчат, то во Франции начали смеяться и говорить, что российские уши торчат обычно за какими-то несостоявшимися и непрофессиональными актами. Вот. А здесь уж слишком все профессионально сделано, и поэтому это не похоже на россиян. Вот такая история с французами. Продолжим о международной повестке дня, и вот в Венесуэле продолжаются протесты против результатов президентских выборов, которые состоялись в минувшие выходные, где победил Николас Мадуро. Фактически третий раз он стал президентом Венесуэлы. Как считаете, характер этих протестов сигнализирует ли о том, что будут большие перемены в Венесуэле в ближайшее время? Да. Ну, во-первых, я вас немножко поправлю. Он не победил, а он себя объявил победителем. Вот. Как раз победил Эдмунда Гонсалес, который был оппозиционным кандидатом. По всем опросам он набирал больше 60% в Горосу, тогда, когда Мадуро отдавали всего там от 12, ну максимум 30%. Вот. А тут объявлены, значит, результаты, по которым Николас Мадуро набрал якобы 51%, а Эдмунду Гонсалесу они согласились нарисовать 44%. Вот. Это, в общем, явная совершенно была подтасовка, причем они ее объявили. Сам Николас Мадуро приехал в избирательную комиссию, и там еще не было обработано 30 тысяч бюллетеней. Вернее, нет, даже не бюллетеней, а 30 тысяч участков, где проходило голосование. То есть практически еще шел подсчет, еще очень много бюллетеней не было обработано, а они уже пригласили его, значит, победителем. И это было воспринято сразу в штыки, сначала за границей. Кстати, тут же вот первым человеком, который на это отреагировал негативно, был президент Чили. Причем нужно сказать, что президент Чили – это социалист, то есть это левак, который, несмотря на то, что у него вроде бы идеологическая близость должна быть с Николасом Мадуро, который тоже проголосает себя чивистом, но чивисты, в общем, считают себя социалистами левой партии. Вот, тем не менее, чилийский президент сразу сказал, что есть подозрения о том, что эти выборы подделаны, и что результаты не соответствуют действительности. Дальше выступил президент Аргентины Хавриар Милей, который, ну, он очень яркий человек, он очень необычный человек, поэтому он сразу выступил в очень такой импульсивной манере. Он просто обвинил Мадуро диктатором, и он, значит, сказал, что Мадуро должен уйти. И вот, и таким образом Аргентина тоже не признала эти выборы, ну, а дальше были Соединенные Штаты Америки, а дальше была целая череда телеграмм от всех диктаторов на свете. То есть диктаторы все в мире, начиная от Путина, затем от китайского Си Цзиньпиня, потом иранцев, Асада, по-моему, и, в общем, чуть ли не Ким Чен Ына, все поздравили Мадуро с замечательными выборами, с его победой на выборах. Вот, и поэтому здесь, в общем, получилось такая, во-первых, сначала очень резкое разделение по международной линии, когда все диктаторы в мире поддержали Мадуро, а все демократические страны сказали, что эти выборы были подделаны. И дальше начались спонтанные митинги протестов и спонтанная реакция протестов. То есть, ну, сначала, как это довольно часто бывает в Латинской Америке, народ просто взял кастрюли и стал стучать из своих квартир по кастрюлям, значит, ложками. И это довольно массовая была акция, то есть это не какая-нибудь там одна тетенька вышла на балкончик и постучал по своей кастрюле. То есть, по всей столице Венешуэлы стоял огромный шум, огромный звон. А потом люди стали выходить на улицы, их стали разгонять, там даже стрельба была уже резиновым и пулевым, по-моему, даже есть уже раненые. И, в общем, самое главное, что сам Эдмондо Гонсалес не призывал к акциям протеста. То есть, он просто не согласился с результатами выборов. Его сторонники тоже не согласились с результатами выборов. Тем более, что эти выборы, в общем, уже на стадии подготовки были поддельными, потому что очень много, многих апрессионеров не допускали кандидатов, потому что были иные кандидаты, кроме Эдмунда Гонсалеса. Кстати, более популярные реально в народе. И то, что даже он набрал такой высокий процент, говорит о том, что реально, конечно, в Венесуэле явно у Мадуро нет поддержки. И когда сейчас начались такие массовые протесты, то нужно ожидать, как они будут проходить. Это уже не первый раз. В Венесуэле практически на всех выборах, начиная с 2013 года, были большие акции протеста. В 2018 году вообще оппозиция не стала участвовать в выборах. Эти акции протеста разгонялись. И хотя они были многомесячные, то есть они продолжались очень долго, тогда вот режим устоял. Устоит ли он сейчас, это самый главный вопрос. В общем, будем наблюдать, потому что, ну, судя по всему, в отличие, кстати, там, допустим, от Российской Федерации, в Венесуэле народ активный, то есть его можно сравнить, допустим, с реакцией, вот есть в европейском континенте в постсоветском пространстве, с реакцией, которая была в 2020 году в Белоруссии, да, когда, значит, народ тоже вышел на протесты против подделанных выборов Лукашенко. Вот, кстати, Лукашенко тоже, по-моему, поздравил Мадуро с, естественно, с переизборанием, с замечательным. Вот, так что будем наблюдать, это интересная ситуация, потому что Венесуэла входит в подборющие Российской Федерации, это такая купленная, значит, страна на Латинском континенте, одновременно с Боливией, с Кубой, с Никарагуа, которая находится в фарватере, значит, российской внешней политики, и поэтому это будет значимая вещь. Венесуэла, кстати, богатая нефтяная страна, которая при Мадуро стала абсолютно нищей, то есть у нее упал ВВП, то есть они просто очень неэффективная власть, абсолютно коррумпированная власть, которая, кстати, покушалась на соседнюю Гаяну, хотела ее чуть не захватить вооруженным путем, и только реакция Бразилии остановила эту агрессию. Так что, в общем, будем смотреть, это интересное развитие событий, и нам будет любопытно, чем это закончится. Редактор субтитров А.Семкин